Всем привет! Меня зовут Стас и это компания Soft Club. Итак, я зашел к своим друзьям и партнеру магазину iStyle, который мне предоставил на обзор две модели. Это MacBook Pro Retina 15 дюймов 2013 года. Это младшая модель, это старшая модель, то есть это начало 2013 года, это конец 2013 года. Разберем их отдельно, сделаем сравнение и естественно посмотрим на производительность данных моделей. Поэтому поехали! Итак, MacBook Pro 15 дюймов Retina, которая вышла первая в начале 2013 года. Это ME664 модель, набрала по Geekbench вот такое вот количество баллов, которые вы сейчас в принципе видите на экране. Значит, что могу сказать? Здесь по характеристикам она в принципе ничем не отличается от MacBook Pro обычного 15 дюймового модель MD103. То есть это пятнашка, это младшая модель, которая сегодня уже, к сожалению, не выпускается. Значит, в чем единственное отличие? Это, конечно же, великолепный дисплей Retina. То есть те же полностью, абсолютно те же характеристики. Вы можете просмотреть. Это 2,4 ГГц. Единственное, в V103 это 2,3 ГГц. То есть небольшое отличие. Ну вот, i7, естественно, опять же таки отличие по оперативке. В AMD103 вы можете ее добавить. Сюда вы добавить ее не сможете, но тем не менее. Моя тренажка при 10 ГБ оперативки и при том же SSD, который здесь по сути встроен, набрала намного меньше баллов, чем то, что вы сейчас опять же таки видите на экране. Итак, здесь графика идет HD 4000, то же самое, что и в 103, и GeForce 650, который опять же таки стоит в 103. Поэтому, по сути, в производительности между 15-кой Retina, младшей моделью, и обычной MacBook Pro 15 Pro, которая уже сегодня не выпускается, Retina все-таки выигрывает. Здесь вы получаете плюс, это, конечно же, по великолепному дисплею. То есть, все мы с вами обладаем айфонами с Retina дисплеем, все мы обладатели уже, естественно, iPad'ов и iPad'ов mini с Retina дисплеем. Поэтому сегодня MacBook Pro 15 Retina, это тоже очень-очень классный экран. Естественно, мы ждем это все на iMac'ах, ждем Thunderbolt дисплеи и многое-многое другое. Теперь, что касается новой модели, которая обновилась перед Новым годом. Она получила 2 ГГц процессора, 2 ГГц, а тот же i7. Единственное, улучшенная чуть-чуть архитектура, естественно, это уже, конечно же, Haswell. А также, единственное отличие, которое мы здесь получили в новой пятнашке, это по видеокарте. Если в ME-664 у нас стоит 2 видеокарты, между которыми вы можете переключаться, а также можете это делать либо сама система, либо вы это делаете вручную. Если будут вопросы, пишите в комментариях, напишу, как это сделать. Вы можете это сделать. На пятнашке, к сожалению, всего лишь одна видеокарта, это если идет младшая модель. На старшей модели у вас их, конечно же, 2 и она намного круче. Но при всем при этом результаты показания Geekbench, то есть вы можете просмотреть, если при 2 ядрах, то есть если они работают, немножко проигрывает, буквально чуть-чуть, то если полноценно запускать все 4 ядра, то однозначно она выигрывает. Каким образом они этого добились, если честно, очень сложно ответить. Конечно же, здесь роль играет и SSD, потому что скорость на пятнашке последняя, которая вышла прямо перед новым годом 2014, она достигает порядка 800 Мбит за секунду. Что касается пятнашки, которая вышла в начале 2013 года, это показатель чуть меньше 400, то есть 400, 450, когда как, в зависимости от того, что вы делаете. Естественно, чтение и запись у них приблизительно идентичны. Модели очень крутые по времени работы, они практически ничем не отличаются, держат около 7 часов и MD-103, если у вас то же самое. Конечно же, уже новая пятнашка Retina, она идет на Mavericks, то есть если вы хотите, если вы покупаете, вы уже покупаете ее с Mavericks. Если у вас попалась все-таки старая модель, которая идет на Mountain Line, вы бесплатно можете обновиться на Mavericks без каких-либо проблем. Здесь стоит еще все-таки старый Mountain Line, поэтому, естественно, сравнение будет. То есть та система, которая идет уже изначально с устройством, здесь идет новая, которая уже, конечно же, вышла, больше адаптирована под пятнашку Retina. Если честно, Mavericks действительно очень классная операционная система, она очень сильно отличается по производительности, но каким образом действительно добились то, что в новой пятнашке показатели практически идентичны, а то и в некотором случае превышает, если честно, я не готов ответить. На сегодняшний день, если вам нужна хорошая производительность по видеокарте, то есть если вы рендерите видео, например, как это делаю сегодня я, если вам нужен, во-первых, вес, потому что пятнашка Retina, она очень-очень легкая, вы можете взять с собой без каких-либо проблем. На сегодняшний день тренашка Прошка весит намного больше, чем пятнашка Retina, и это очень-очень приятно. У них выведены один на динамики, это тоже огромный плюс. Микрофон у них спрятан в левой части вот здесь, кстати, кто не знал. Трекпады у них одинаковые, поэтому вот эти тачпады, трекпады, называйте, как хотите. Поэтому все очень круто. Разрешение тоже одинаковое, время работы одинаковое, поэтому если есть желание, вы можете, конечно же, переходить на новую пятнашку. Вот если вы обладаете старой пятнашкой, можете брать без, ну, реально, я вам всем советую это делать. Если у вас есть возможность, скорее всего, финансовая возможность перейти на старшую модель 294, то однозначно переходите, там прирост графики будет еще в два раза больше, чем у младшей модели, а уж тем более по сравнению с первой пятнашкой Retina. Вот, поэтому здесь однозначно go. Вот, по характеристикам, если вы можете просмотреть более подробно, вы можете выбрать, конечно же, себе и оперативную память, то есть, какой она идет. Вы также можете выбрать память по SSD, которая у вас идет, либо 256, либо 512. А также, если вы хотите, вы можете заказать чуть-чуть больше, да, то есть там 756, например. Вот, тоже все по желанию. Поэтому здесь однозначно, однозначно это все очень и очень круто. Стоит ли переходить с обычной пятнашки на пятнашку Retina? Однозначно стоит. И стоит ее переходить, что на 2013 год начало, что на 2013 год конец. В любом случае. Лично я буду следующую модель однозначно себе брать уже Retina. Вот, при всем при том, что, да, то есть, я свой Mac расшарил, да, туда поставил и SSD, поставил туда и Hard, и поставил туда кучу оперативки. В любом случае, он по производительности не дотягивает ни до одной из Retina. Вес, скорость работы, вот, и великолепный экран. Вот, с вами был Стас, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте отзывы, оставляйте ваши комментарии под данным видео, то есть, где вы его найдете, либо же на сайте iStyle, либо же у нас на канале, да, вот, и следите за нашими новостями. Всего вам доброго и до скорых встреч!